Всем привет! С вами канал MarosLive. В сегодняшнем выпуске говорим о визах, точнее о подказах и их причинах. И в этом нам поможет, поделившись своим опытом, наш подписчик Астап Бендер, который сейчас находится с нами на связи. Астап, привет! Добрый день! Рад видеть на нашем канале нашим гостям. Главный вопрос, просьба рассказать о своем опыте, поделиться о визе, попытке получения этой визы. Я так понимаю, у тебя было два случая. Первый перед самым началом коронавируса, так сказать, перед карантином, и второй уже позже. Поэтому тебе слово. Первый вопрос, как проходила подача документов? В первом случае и потом уже во втором. В первом случае это было, конечно же, очень интересная подача документов. Происходила она в городе Одессе. Было назначено время. Меня записали в визовый центр фирма-посредник, в которую я обратился за работой в Чехии. Они мне назначили... То есть фирма-посредник прислала мне пакет документов и назначила время, дату, когда мне нужно быть в визовом центре. Подошли мы примерно минут за десять до этого времени. Стояла большая толпа подающих документы. Наверное, человек пятьдесят на этом пятачке перед визовым центром. Поднимались прямо по лестнице на крыльцо, то есть возле самой входной двери. Потом попросили собраться всех, кто в одиннадцать часов дня должен был зайти в визовый центр. Никакой живой очереди не было, просто подошло человек, наверное, тридцать. И нас запустили двумя партиями в визовый центр. Сразу же образовалась очередь к автомату, который выдает талончики. Мы подходили, получали эти талончики, расходились по залу. На мониторе высветился мой номер. Я подошел к окошку. Возле окошка никого не было. И начал подавать документы. Приняли документы. Девочка-оператор сказала, что анкета у меня заполнена неправильно. Правильное заполнение анкеты нужно будет заплатить пятьдесят гривен. Ну, это интересно. Да, да. Ну, в первый раз я не слышал, что творилось за другими окошками. Ну, потому что я дико нервничал почему-то. Ну, это первый раз у меня такое, собственно говоря. Я говорю, ну, хорошо, давайте. Я заплачу пятьдесят гривен. Все, она подготовила, сложила мои документы, проверила ксерокопии, взяла фотографии. Хотя пишут, что фотографии нужно две, по итогу она взяла у меня одну фотографию. Приклеила фотографию на анкету, сложила. И тут их всех куда-то вызывают. Окошки остаются пустыми. Потом она возвращается и говорит, извините, Чехия закрыла границы. Мы прекращаем прием документов. Да, то есть такой вот был март у нас. То есть это 12 марта, получается, где-то как раз в тех датах прошло закрытие границ. И как раз ты попал в этот час пик, так сказать, самый эпицентр. Ну, по итогу, когда девочка сказала, что Чехия закрыла границы и не будут нам выдавать документы, забирать документы на визы, то никто ничего не платил, естественно. Просто вернули документы, 50 гривен я не платил, визовый сбор я тоже не платил. Просто вышел из визового центра. А на Польшу продолжали принимать. Понятно. Хорошо, Остап, скажи, пожалуйста, второй раз уже, когда проходила у тебя подача документов, то есть ты работал с той же фирмой, с тем же агентством, правильно? Да. Когда уже была подача документов, была ли очередь, как вызывали реально на подачу по спискам, по регистрациям, как это все происходило у тебя, расскажи, пожалуйста. Сначала очень остро стоял вопрос с регистрацией на подачу документов на визу. Никак фирма-посредник, ее кантри, никак не могла меня зарегистрировать. То есть это длилось где-то дней 5 рабочих, может быть даже больше. Это именно регистрация? Регистрация на подачу документов, да. А это какой период это был, в каком месяце это было, можешь вспомнить примерно? Ну это в сентябре было. В сентябре, то есть уже началась проблема с этими регистрациями, то есть попал во второй такой эпицентр с этими проблемами с регистрацией на очередь. Ну потом все-таки им удалось меня зарегистрировать, опять же мне назначили дату, время. За регистрацию, кстати, платил что-то дополнительное или нет? В фирме нет. Они сразу прислали мне смс на телефон фирмы-посредник о том, что да, вот коронавирус, но мы вас не бросаем, мы с вами и рабочие места за вами сохранены. Так что не переживайте, все хорошо, кончится коронавирус и мы продолжим вас оформлять. Ну ты приехал уже в визовый центр, да, получается, на определенную дату? Да, после того, как они меня зарегистрировали, я приехал в определенную дату. Опять стояла большая толпа перед визовым центром. Единственное, на крыльцо никого не пускали, на ступеньки никого не пускали, все стояли вокруг крыльца. И те люди, которые готовились заходить, они уже были в масках и в перчатках. Тут вышел охранник и у этой громадной толпы спросил, кто на Чехию на 13.00. Тут же я поднял руку, еще два парня подняли руку. Он у каждого по очереди охранник спросил фамилия, имя и на какое время. Выяснилось, что один парень ему на два, не на 13, а на 14.00. И присоединился потом еще парень, который тоже был на 13.00. По итогу у нас было три человека на Чехию на 13.00. Нас запустили по одному в визовый центр. Возле автомата, выдающего талончики, никого не было. Выдали талончик. Опять же, на экране возник мой номер, я подошел к девочке, оператору, к окошку. Она начала просматривать копии, просматривать оригиналы, взяла фотографию и сказала, что у меня анкета заполнена неправильно. Дежавю, да? Да, и чтобы правильно она заполнила. То есть я могу самостоятельно это сделать, либо нужно уже заплатить не 50 гривен, а 85 гривен. Ух ты, хорошо, цены выросли, я понял. Остав, вот такой вопрос. В первом и во втором случае готовый пакет документа у вас уже был? То есть присылал, фирма-посредник присылал уже готовый пакет со всеми заполненными данными или сам заполнял? Нет. Они сами полностью мне заполнили пакет. Пришел новой почтой от них из Львова абсолютно готовые документы. И в первом и во втором случае документы были неправильно заполнены? Да, ну, насколько я просто знаю, что анкету могут развернуть, я послал образцы первого моего раза в ее кантри, чтобы они правильно заполнили. Указал именно до заполненной окошечки. То, что заполнила девочка-оператор сама. Тем не менее, сказали, что анкета заполнена неправильно, и тут же в соседнем окошке подавался парень, ему сказали то же самое. Короче, хорошая бизнес-система настроена, бизнес-схема хорошая. 50-85, 50 человек за день и отличная касса. Ну, видимо, 12 евро визового сбора им мало. Понятно. Ну, конечно, хорошая система, хорошая схема. Окей, идем дальше. Я так понял, что заплатил ты эти 85 гривен, да? Ну, я заплатил чуть больше. Я заказал еще смс непосредственно от визового центра за 45 гривен. Вообще, эта подача, это, конечно, очень странная процедура происходила. Она была растянута по времени. Я могу рассказать, из-за чего. Давай. Получается, после подачи документов, она, девочка-оператор, запаковывает специальный пакет прозрачный и дает мне документ на оплату визового сбора. И консульского сбора. Ну, чтобы было понятно, и нужно было идти в отделение «Идея банка», то есть туда идти минут 20-25. Ого, то есть это не рядом находящийся, да? Это совсем не рядом. Ну, грубо говоря, визовый центр с одной стороны Дерибасовской, а отделение «Идея банка» с другой стороны Дерибасовской. Банк еще берет комиссию за то, что он принимает 35 евро. Ну, комиссия там что-то до 50 гривен. По-моему, 45 гривен, я уже точно не помню. И вот в «Идея банка» я оплатил визовый сбор, консульский сбор и потом пошел назад. Хорошо. Остап, такой вопрос. Ну, примерно подсчитывал, сколько получилось тебе виза? То есть вместе с посредническими услугами, евро в гривне, как удобно? Ну, 35 евро визовый сбор, 12 евро консульский сбор, 45 гривен СМС, 85 гривен заполнения документов и 160 гривен – это новая почта, документы пришли мне в город на новую почту. Проезд в Одессу, туда-назад где-то 200 гривен. А так как 200 евро я уже и забыл, когда платил, то есть я платил еще в феврале месяце. Следующий вопрос. Сколько ждал ответ с визового центра? Пришло СМС с новой почты где-то через 6-7 рабочих дней. Вот так. И причем с визового центра СМС я так и не дождался. То есть 45 гривен просто улетели в никуда. Пришла СМС, пошел за документами, там получил, так понимаю, письмо, да? Достал паспорт, начал искать визу, понял, что визы нет, еще раз пересмотрел паспорт, потом уже достал вложенные листики. Там был оригинал одного из документов, одного из пакета документов, которые мне прислали на трудоустройство из Львова. И получается два вложенных листика, один на чешском, другой на русском. Причина отказа. Там просто стояла птичка. В чем именно? Там несколько, ну это стандартный бланк, насколько я понял. Просто птичкой отмечают вашу причину отказа. Какая причина была у тебя? Сомнения в достоверности поданных документов. С агентством разбирался по этому поводу? Да, пообщался со своим, с фирмой-посредником. Они мне рассказали, почему это произошло. Эта чешская агентура работала с нашей львовской фирмой-посредником уже два года. Плотно сотрудничали. И вначале те зарубичане, которые подавались через Киевское консульство Чешской республики, получали визы. А потом поголовно перестало, Киевское консульство перестало давать визы. Тогда было сообщено Чешской агентуре, что вот такое происходит, отказывают. И это при том, что те, кто подавался через Львовское консульство, они все получали визы. То есть только Киевское консульство отказывало. И чешская агентура связалась с Киевским консульством, доказала свою законопослушность и договорилась, что Киевское консульство сказало, что будет давать визы. И да, оно некоторое время давало визы. Все было в порядке. И вот на мне эта цепь счастливая прервалась. И перестали... Такой злой рок, я тебе скажу. Да, что-то такое. И получается, должно было ехать 15 человек вот в этот раз. 13 человек подавались через Львовское консульство, потому что они территориально жили на Западной Украине. А я, получается, жил на юге Украины, территориально подчиненный Киевскому консульству. И еще один мужчина в Фастове. Ну, это вообще Киевская область. Он тоже подавался, естественно, через Киевское консульство. И что мне, что ему вынесли отказ. То есть визы мы не получили. А эти 13 человек в Львовском консульстве получили визы и уже работают в Чехии. Вот тебе и на. Оказывается, есть такие вот нюансы между Киевом и Львовом. Все-таки разница существует. И реально никто не застрахован и ни от кого не зависит, поедешь ли ты в Чехию или не поедешь. Потому что есть консульство и посольство, которые решат все за тебя. Да. Хорошо. А какие варианты предложила фирма-посредник? То есть на это они озвучили эту причину, понятно. На какие-то услуги или возможность поехать на другую работу. Что-то было из предложенного? Ну, во-первых, связался уже другой человек от YoCountry. И сказал, что все в порядке. Мы вас прекрасно понимаем, что вы хотели поехать. Третья вакансия тоже для вас будет бесплатна. И предложил поехать уже на два года. Я сказал, что хотел бы... А, еще он сказал, что вот потраченные мной деньги, это 47 евро, это тоже не компенсирует. То есть фирма отнеслась с пониманием лояльно, дай бог, чтобы так и было. Все реализовалось, как запланировано и как они говорят об этом. Честно говоря, очень удивила такая порядочность. При этом я сказал, что на два года я хотел бы ехать со своей супругой. Они сказали, что сделают тогда скидку 50% на изготовление пакета документов. То есть моя супруга будет платить и фирме YoCountry, фирме-посреднику, не 200 евро, а 100 евро. Ну, может быть, оно и к лучшему. Знаю, что не получилось на три месяца уехать, что попало вот такое вот событие, связанное и с коронавирусом, связанное и с разборками между Киевским, Львовским и Чешскими посольствами, Министерствами внутренних дел, так сказать. Хотя там уже в дальнейшем главное, что получилось на два года сделать документы и поехать уже себе спокойно жить, работать и не париться. В данное время это очень актуально, дай бог, чтобы так все и сложилось. В любом случае будем держать руку на пульсе, ну а с тобой будем поддерживать также связь уже. Я думаю, всем интересно будет и другим подписчикам и зрителям. Как же сложилась судьба у Остапа Вендера с поездкой в Чехию на два года. Все ли так круто и правильно вышло, как обещает фирма-посредник. Потому что первый блин оказался все-таки комом, хотя это не их вина в любом случае, но там уже будет видно. Итак, Остап, и напоследок хотелось бы, может быть, поделиться какими-то наставлениями или какими-то рекомендациями, что нужно спрашивать при подаче документов на шенгенскую визу будущим участникам этой программы. Основной совет это интересоваться у своей украинской фирмы-посредника, есть ли договоренность о выдаче виз между чешской фирмой-посредником, чешской агентурой и вашим территориальным консульством. Потому что если этой договоренности нет, и тем более, если был опыт отказа в визах будущим зарубичанам, то есть большая вероятность, что вы визу тоже не получите. А если договоренности есть, и если все в порядке, то визу вы, скорее всего, получите. А как-то реально проверить? Возможно или нет? То есть, понятно, что это, наверное, тяжело будет проверить, и это только поверить на слово, правильно? Ну да. Ну, по крайней мере, будет какая-то информация от украинской фирмы-посредника. И они могут вообще, если они только вышли на рынок, только начали этим заниматься, они могут вообще не знать. Украинская фирма-посредник вообще может не знать, что должна быть такая договоренность. По крайней мере, натолкнуть их на мысль. Так как сейчас выходит очень много новых игроков в этом бизнесе, много новых фирм-посредников. Ну и еще я рекомендую обязательно проверять лицензию, проверять отзывы об украинской фирме-посредниках. Потому что можно столкнуться с недобропорядочными фирмами, которые возьмут деньги и ничего не сделают. Да, а перечень лицензий можно найти в интернете, что, собственно говоря, я и сделал еще в феврале месяце, и сверил лицензию с тем, что есть в списке. Это очень хорошие и важные советы, поэтому всем рекомендую придерживаться таких правил, и не будет у вас проблем. Вот, тебе спасибо большое за такое разложенное полностью по полочкам интервью, за твой опыт, потому что мало на самом деле людей так расскажут о своем опыте, подаче документов. Спасибо, Игорь. Вот, собственно, ребят, такой вот опыт получился у нашего подписчика. Надеюсь, это видео будет для вас полезным, поэтому поддержите нашего подписчика и нашего главного героя своими лайками. Также делитесь этим видео со своими друзьями, пишем комментарии, задаем вопросы, у кого еще остались. Я надеюсь, Остап, ну, я тоже отвечу на эти вопросы, все, что знаю. Ну, а мы увидимся уже с вами в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.